сегодня 22 июня 2016 года самый короткий день мы на южном пруду который решили до восстановить четыре дня работали в другом месте и вот первый раз только начали снимать вот она перед нами как бы озеро у него своя история когда тут было мы купались маленькие были кэтефэнский назывался конная товарная ферма здесь была кони здесь ухаживали за ними но такое небольшое здесь было пятно воды мы ходили сюда и вот это лет 20 с лишним назад я решил один посоветовался с батюшкой ну зачем что тут до деревни деревне то вот она где за этими деревьями туда прямо здесь вот рядом были вот идет где тут и вот последние тополя вот слева видать высокие кто-то были дома последнюю рядом все и вот оно небольшое такое сколько метров 100 есть нет в длину да и в ширину примерно 80 но вокруг оси них оси на вообще красивое дерево зеленая вот и отовсюду лес отовсюду вообще все это лесистая облака такие вот они прорыли братья траншеи для траншеи выпустить воду вода вся не вышла а вот хоть и засушливый но они высыхают видите видно может быть пятно вода вот здесь бывают уточки тогда был виктор навалял эти деревья то убрать их не убрали время не было виктор занят большими работами по дому по своему сейчас думает экскаватор нанимать серебряхи вот сегодня мы тут бились одна его викторова дружба там пила она перестала работать не мог завести мы в саду работали сад это там плен теперь только растет мы решили после обеда сюда перейти или он поговорил с алексеем пустиным он дал ему свою пилу ну виктор начало группе рам делом которые повалены вот сюда в пруд это я вот пришел тут крапиву прополз все вырвал эти как можешь не можешь деревне шевелишься вот так это вторая траншея довольно глубокая метр глубины это ребята из озера и тут от никита колесников работают и виталий колеников комаре тут сильно у меня рубашка порвалась вот комар заедает он с собой есть хороший непрокусываем такой защитный костюм на на день не надеваю сильно трудно работать ну то есть жарко я решил обойти сейчас бился бился один станет в этой стороне а я в ту пошел и все это припомнилось это был какой-то бульдозерист ушаков мужик этого хороший а кормила ухаживала одна наша женщина такой стихи начал писать и и даже вот ну кормят одно второе какое отношение он тут и жил очень хороший ну нам всегда так именно хорошее попадается вот я показываю как видно нет это наросли кусты уже потом вот вот зелень которая вот это то все потом наросло за 20 лет это заново надо убирать я посмотрел там это такие высокие березы тому 20 метров больше в макушке только ветерок то дует более красивого озера нельзя придумать даже ну практически только проход тут один есть а все со всех сторон полностью все на 360 градусов лес густой осенник березняк но судя по всему что уже июнь самый большой день сегодня вода осталась ну насколько она виталий ты бы не мог разуться промерить глубину сколько осталось тут разуться и пройти туда там что-то он смотри идет волнами там может быть эти андатры есть ты только надо разуться пройди тут и я думаю что не большего метра как-то промерить бы и сегодня я уже понял не сделать то есть но бульдозер же не залезет был бы если тут экскаватор драглайн вот так на канате ну на трассу забрасывает ковш тогда можно было бы ведь он какие большие деревья навалил они на другие засыпились вот они висят тут метра на два под них не подойдешь пока дерево не спилишь на котором повисли они повисли как раз над этим деревом я сейчас вот пройду что показать это решил рассказать береза ну береза в диаметре она сантиметров может быть 80 75 огромная береза у нас вообще березы редко где такие встретишь мы были в дании везде березы есть но таких нигде мы не видали ну огромные просто огромные вон они какие с одной береза тут бочку березовки возьмешь но тут у поваленная буря или от жив старости деревья разные осеянные березы вот я тут пилил 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 и пробил дорогу пробил и пошел дальше оказывается бульдозерис здесь вы выгребал выгребал со всех сторон ну кроме той стороны откуда вода идет и вот здесь он стал поднимать вам виталий пошел дай ему палку пройди так в разных местах уезд надежда или нет нет а там нету нигде глубины виталий спокойно иди то стекла не бывают вот она там сантиметров может быть двадцать тридцать вот он пошел промерить лишь как попросила повыше подними вот туда пройди где травы больше ассо а где травы нету туда просто палку поставь сколько она будет ну ясно дело там ил эти в деревне как интересно да ты что это сантиметров 60 это ну не высохнет наверно нынче также да больше но это ямка просто ямка и вот мы здесь работали он на эту насыпь вот как поднимал и дальше но что опустил и переломилась на чем нож держится там в руку человека толщиной это ось а ну на чем самый этот чем он толкает нож свой или как назвать его и он отломился ну правда помимо за за ним приехали увезли мы заново тут резали видно скотину это дорого все стоит еще два трактора завезли гусеничных два бульдозера и они стали здесь работать вот первый день прискочил тут жил у нас один юноша дружинин димитрий геннадьевич а отец у него подполковник милиции приехал к сыну вот батюшка наш прозрительный человек он первый раз увидал на огороде и мне говорит это нехороший человек я говорю почему не знаю батюшка и не знает я не за не разговаривать дальше какие он пакости делал всякие кляузы писал я приехал прокурору района риферда юрия николаевича ну там относительно земли а он говорит на вас вот жалоб сколько показывает пакет а дружинина геннадий петрович он кажется тридцать чуть ли не ровесник мой тридцать девятого или тридцать седьмого подполковник на пенсии и и он пишет всякую кого-то мы ограбили что-то сделали ну то есть я хочу вы не принимаете мертва ну засмеялся такой чё да он дурю мается говорит ну привык это делать а он где-то в ленинском районе работал барнауле а я во всех районных отделах и городском и краевом воды вел занятия с милицией с офицерским составом то ну и написал заявление говорю помогите вот ваш сотрудник у нас такой да а мне готова это такой горцкого лыжник кляузник он у нас то был горит работал такой же был ну еще скажешь я попадал в суд на него за кляву за клевету 129 эта статья была часть 2 мы а у него дружок широких прокурор октябрьского района и он ему погасил михаил каждый созвать его а этот дружинин пришел а сила все время пьяный пьяный корешок хрена на три литра спирта разводил пришел и прямо хрипит у меня большие связи есть я много зла могу вам сделать но какие связи начальнику в д генерал-лейтенант чернов ситников политоотдел полковник только он похвалился мы стали молиться обоих сгребли уволили и там под суд дело пошло квартирами торговали вот и много и он сел сел на него паника нашла а дружок ему это дело прикрыл но я сессор огнения протестов это дело закрыто меня не уведомили а я знать не знаю потеряю ки ну то есть они знают как делать это но на сороковой день господь вступился этому дружину геннадий петрович инсульт сунул в темечко и он помер сразу сразу даже ровно на 40 день когда заканчивалось дело и они думали все закончено оказалось закончено но не так как они думали вот такое дело и вот здесь он пришел и начал митинговать когда у нас два бульдозер работали форму отдел тут может стратегический кабель за за на дне ну представьте в потеряевке среди озера в лесу стратегический капель капель ну форме а форма уважаемая потому что пакости от милиции много как один доктор юридических наук говорит если я вижу милиционер идет я на другую сторону улицы перехожу всегда чтобы не встречаться так и здесь меня комар заел никита возьми-ка я расскажу эту историю очень интересная книги для слова божия нет уз у меня там это написано отставник отставник и лапкин кажется как он начал пакости делать я подал суд на него и но ничего нельзя было сделать он засыпал жалобами за на заборах там где-то расклеивал какую-то людмилу мы отсняли с нее украшение откликнитесь кто знает ну кто знает какая людмила и нас то никто не знает в университете развесил эти объявления но эти снялись и значит пруд был не окончен вот здесь вот красивейший был бы пруд озеро настоящее уже 20 лет и он все это приостановил работу но когда он это сделал за эти вызвали за ними приехал трейлер там куда их завозить и мы стали молиться и он господь его тронул он перепугался сразу господь делает прибежал к моей матери упал там говорит мама рассказывает мария егоровна лапкина девищести чернарева и говорит мария егоровна что я наделал то я работу остановил это наверно сам черт меня туда засунул черт вообще это его слова веры никакой все надо ходить в большие храмы ельцин ходит в большой храм и а у вас маленькие понимаешь понятие какое коммунист коммуняка но его нету дальше уже не извинишься другой год был более дождливый а тот был год был сухой вода ушла и вот это вот все есть и вот это насыпь это все вот где он там я прошел это и с этой стороны оказалось и тут у нас нас я уже забыл даже и вот это озеро вот такое имеет историю а как оно раньше было то я не знаю тут просто яма была какая-то но хорошая поросшая травой и мы тут называли на тихих полсках когда руками дно достаешь ногами хлопаешь ползешь я принесу пеленок кучу водился ребятишек много мне уже было 6 лет большой был ну и покупать это охота и пеленки стирать ну покупаюсь а потом уже стираю пеленки 6 лет двое ребятишек на мне и вот далековато там рядом тоже было где около матушки то лужа была ну то что считать а тут большая вот я решил чтобы было тут никто меня тут сильно не поддерживал но деревня оказала помощь помощь нанять бульдозера нынче еще ничего не сделали но погода показала я думал вот это сейчас опять тут экология тогда приехал натравил экологию на нас приехали вы тут испортили это вы начали новое озеро не новое но было мне надо было доказать а документов никаких нет ну то есть пакость но ничем кончилось они покрутились покрутились и а мы там бетонировали спуск они приехали с района и говорят о это все снесет весной 20 лет не сносит меня пугает я грачев пугайте в руках божьих все я не специалист но я не не знаю это как снесет и снесет мы сделали фарту в такой широкий из бетона все заармировали закрепили где купаемся и вот этот пруд теперь мы называем южный нынче я вы решил просто так братья помогли на инициатива моя была инициативу-то легче подать но инициативы нет ничего вообще нету ну и начали делать вот спилил виктор николаевич сильно помог здесь и вот взял алексея сегодня после обеда подходит сейчас и говорит порвал лента эта цепь порвалась а как порвалась не знаю заказывать надо теперь то есть сегодня уходит остановилась две бензопилы на бензине они хотели одно но убрать надо мы обязаны то убрать мы свалили мы даже убрать тут нельзя ничего было видеть все стеной стоял лес 20 лет на дальше как бог даст если мы это уберем то за два года тут так не нарастет выдастся год сухой опять будем нанимать нашли где бульдозерист они прошлом году брали полторы тысячи за час а нынче 1700 но мы не соглашаемся теперь если только не согласятся будем на второй мостик здесь ну мало вероятно что нынче будем работать убрать надо конечно что тут сделаешь ну вот все ребятам выговорил я тут воды принесли без меня выпили мне не дали не дали готовы все равно не пьете правильно я воздерживаюсь но мне обидно что меня без воды оставили то мне пить охота может быть они набрали воды от игрота мы из болота взяли я не знаю какая но думаю что вода чистая хорошая выпили нет хорошая а хорошая хорошая он пью а это дождевая больше тут еще нет тут никакой скотина не ходит ничего нету ну слава богу благодарю останавливать